Налоговые службы Республики напоминают о продолжении декорационной кампании 2019 и призывают вас принять активное участие. По общему правилу сумму НДФЛ исчисляют и уплачивают в бюджет налоговые агенты. Однако в отношении отдельных видов доходов данные обязанности возлагаются на их получателей физических лиц. Кроме того, такие налогоплательщики обязаны представить налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию. Чтобы не стоять в очередях и сэкономить ваше время, налоговые органы Республики рекомендуют направить декларацию формы 3 НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Для этого зайдите на сайт федеральной налоговой службы налог.ру. С раздела «Физические лица» заходим в личный кабинет. Логином для входа в личный кабинет является ваш номер ННН. С главной страницы кабинета заходим в раздел «Жизненные ситуации». На странице находим ситуацию «Подать декларацию 3 НДФЛ». Переходим и ознакомливаемся с информацией, в каких случаях подается декларация формы 3 НДФЛ. Далее выбираем способ подачи декларации. Это может быть заполнение декларации в онлайн режиме или направление заполненной декларации в программе декларация. В этом же разделе предлагается скачивание программы декларации. Рекомендуем направить декларацию в онлайн режиме. В разделе предлагается простое и поэтапное заполнение декларации. В первом разделе информация о налогоплательщике заполняется автоматически по данным личного кабинета. Далее выбираем источники дохода. На третьем этапе предлагается выбор налогового вычета, необходимого для включения в декларацию. Выбираем источники доходов, их должно быть не менее одного. Источниками дохода могут быть организации юридические лица, индивидуальные предприниматели или физические лица. В этом же разделе заполняются данные об общих суммах, доходах и налогах. Напоминаем, что в личный кабинет можно зайти с помощью пароля портала госуслуг. Для этого необходимо со страницы входа в личный кабинет перейти по ссылке «Войти через госуслуги ИСИА». В качестве логина заполнить номер телефона или электронной почты, забить пароль портала госуслуг и зайти в личный кабинет налогоплательщика. Личный кабинет налогоплательщика – это легко и просто.